Добрый вечер, добрый вечер! С вами экспертно-аналитическая передача «Знаем все!» Перекрытие Суэцкого канала, трагическая случайность или тщательно спланированная операция? Ветер с моря дул, нагонял беду? Наивная рифма или пророчество прошлого? Об этом и о многом другом расскажет наш эксперт, который уже целые 7 дней смотрит все видеоролики про Суэцкий канал. Эксперт, вам слово! Меня зовут Ник128500 на честь одноименной песни. Я широко известный в узких кругах нытик. Аналитик? Да-да, аналитик. Итак, что же произошло? Раз-раз. Разумеется, я открою вам истину. Это все из-за нефти. То есть вот это вот поднятие цен? Нет. Давайте думать логически. Кто враг нефти? Конечно же ветер. Ветер вращает лопасти турбины, а та вырабатывает в свою очередь электричество. Поэтому была разработана операция под кодовым названием «Враг мой, друг мой». Когда ветер понял, как его поимели 23 марта, он был в такой глубокой депрессии, что выработка электроэнергии сократилась на 36%. О чем неизбежно свидетельствует тот факт, что даже в нашем городе от электричества отключили квартиры в шахматном порядке. И как же планировалось победить ветер? Чтобы победить стихию, нужно думать как стихия. Ветер победить невозможно. На него даже нассать нельзя. Но! Можно поднять уровень воды, чтобы остановить все эти ветроэлектрогенераторы в море. Ведь неспроста этот Эвергрин назвали «Пробка» в Суэцком канале. Как вы все знаете, вода течет сверху вниз. А теперь посмотрите на карту. Закрыв этот проток, уровень воды сверху будет повышаться. Недаром же выбрали большое судно, правда? По моим подсчетам, уровень воды достаточно повысить на 3,14 метра, чтобы лопасти ветровой турбины касались воды. Отчего они будут тормозиться и станут неэффективными. И все электропотребители, включая владельцев электрокаров, скажут «пи-и-и-и-и». И да, число 3,14 в очередной раз подтвердит свой статус «пи-и». Дорогие зрители, вот мы с вами и узнали правду, в крах разгромив теории про человеческий фактор и техническую неисправность. Оставайтесь с нами, в следующем выпуске вы узнаете, кто именно подговорил ветер. Субтитры создавал DimaTorzok